Вот что происходит при пожаре с потолком. Если вы неправильно, выбрали стройматериалы. Вот что происходит со стенами в квартире. Фенол летает, да, в воздухе он садится на пыль. И вот эта пыль, как уже маленький комок грязи, попадает вам в легкие. Если вы купили поддельные обои. Вот что происходит в вашей комнате. От этого запаха даже сразу же голова закружилась. Затошнила. Если на полу линолеум, который не проверяли на безопасность. Новый линолеум, современная краска, только что поклеенные обои. Строительные и отделочные материалы вполне могут стать оружием массового поражения. Как выбрать безопасные обои, что наклеить на потолок? И как после ремонта не попасть в больницу? Пожар длился всего полторы минуты. Площадь возгорания всего 5 квадратных метров. Огонь сам потух до приезда пожарных. На момент, как мы зашли, внутри пламени как такового не было. Только, получается, справа от входа что-то тлело. В этом, казалось бы, небольшом пожаре погибло 155 человек. Он произошел 5 декабря 2009 года в Пермском ночном клубе «Хромая лошадь». «Хромая лошадь» «Скорую! Скорую! Скорую!» «Марина! Марина, дыши! Марина, дыши!» «Где скорая? Скорая? Где скорая?» «Я вот 30 год в пожарной охране работаю. Таких последствий, я имею в виду погибель людей, еще не было ни в одном пожаре. Ни на одном пожаре. Это самый трагичный пожар, который был». Вот проход основной, через который гости заходили и выходили. Нашу съемочную группу прокуратура впустила в опечатанный после пожара клуб. Горела вот здесь, над сценой. На столах рядом с ней нетронутые бумажные салфетки и бокалы, в пепельницах даже остались окурки. Вот столики, салфетки, как было. Ну вот они. Все в копоте. Да, все сохранилось. То есть основной это вот дым едкий. Все почти так, как в ту ночь. Кажется, что люди просто встали и ушли. Как-то не верится, что их уже нет в живых. Здесь погибло 155 человек, но при этом практически ничего не сгорело. При излечении излечка многих пострадавших, на которых не было повреждений вообще. То есть они лежали на полу, у кого-то была голова накрыта, то есть с катертью или салфеткой, не были мертвы. То есть у них не было видимых повреждений вообще. Кроме того, что было, так скажем, они были покрыты гарью, копотью. Горело ни дерево и ни бумага. Горел пенополистирол, скрытый под декоративной отделкой. Обычный мягкий пластик. Точно таким же, возможно, отделан потолок в вашей квартире. Я назову вам такой факт, всем известный. Чернобыль, кровля Чернобыльской атомной станции в 86-м году была выполнена с использованием именно такого же материала. И те последствия пожара мы, в общем-то, знаем. После этого мы проделали огромную, колоссальную работу для того, чтобы исключить применение таких материалов на потенциально опасных объектах. Но вот к хамой лошади тут, к сожалению, руки не дошли. Мы взяли кусок пластиковой плиты с потолка клуба «Хромая лошадь». Точно такие же плиты мы нашли на строительном рынке в Москве. То есть просто намазывается плитка клеем и приклеивается к потолку, да? Да. А какие-то ограничения в использовании есть у него? Оказалось, это очень популярный строительный материал. Он дешевый и легко клеится. Посмотрите на потолок своей кухни, ванной или спальни. Если у вас дома так называемые навесные потолки, они точно сделаны из такого пластика. Материал пенополистирол достаточно широко и традиционно применяемый у нас для теплоизоляции. Материал относится к группе легко вспламеняемых материалов по своим химическим свойствам. И, безусловно, его нельзя использовать для отделки и облицовки помещений. Это и предусмотрено нашей нормативной существующей в России базой. Это значит, что в школе, поликлинике или офисном здании потолки не будут покрывать таким материалом. Пожарнадзор просто не примет помещение. Но для обычного покупателя этот закон не писан. В квартирах можно клеить на потолок все, что душе угодно. На строительном рынке вам с удовольствием продадут панели из пенополистирола. Сейчас вы увидите, что происходит с ними во время пожара. Пластик мгновенно загорелся и начал плавиться. Тут же пошел черный дым, и на стол закапали горящие капли. Через 30 секунд кусок материала потух. При горении этого вещества выделяется фазген, цианит, синильная кислота. В общем, целый букет отравляющих веществ, 2-3 сдоха, предположим, синильной кислоты, наступает параличность дыхательных путей. Фазген, отравляющий газ. Во время Первой мировой войны использовался как химическое оружие. Поражает легкие сердце. Трех вдохов достаточно для того, чтобы через час наступила смерть. Трех вдохов, хромая лошадь! Вот земля! Дамы и господа, мы дожили до этого исторического момента! Сейчас вы видите, как Маша танцует на сцене хромой лошади. Через несколько секунд над ее головой вспыхнет потолок. И еще через три минуты здесь нельзя будет дышать. Дамы и господа, мы горим! Выходим из зала! Думала, выйдем все вместе с гостями, с анимацией, с артистами, подышим, проветрят здесь, и дальше зайдем, шоу продолжится, будем дальше отмечать день рождения. Первыми из клуба выбежали те, кто успел заметить пламя. Его было видно ровно полтора минуты. Остальные даже не поняли, что происходит. Я такого запаха раньше никогда нигде не чувствовала. То есть, бывало, жгли костры, там, бутылки бывало, горели в костре. Но такого запаха, ну, никогда не чувствовала. Я упала на пол, упала на четвереньки, и вот уже оставшаяся, скажем так, путь до служебного помещения ползла на четвереньках. Пожарные приехали сразу. Через три минуты наряды были около клуба. Но тушить уже было нечего. Спасать тоже некого. Внутри клуба не осталось ни одного живого человека. На полу очень, очень просто большое громадное скопление. То есть, лежали друг на друге в повалку. 147 человек из 155 умерли от отравления фазгеном. Это данные судмедэкспертизы. Вдохнуть ядовитый газ можно было только два раза. Третий вдох был смертельным. Ну, обычно, как розовая, слизистая рта, там белые голосовые связки. В данном случае все было черного цвета, все закопченное. Два-три вдоха было достаточно, чтобы погибнуть. И даже, когда работали, у некоторых людей, которые не заходили в очаг, были признаки отравления. То есть, они не контактировали, не были в самом очаге, а были рядом с очагом. То есть, у них признаки отравления были. То есть, это головная боль, тошнота, рвота. Умереть от отравления фазгеном можно и на вторые сутки, и даже через месяц. Посмотрите, люди сами выходят из клуба, объясняют, что происходит внутри. Кажется, что они не сильно пострадали от пожара. Через два дня после того, как была сделана эта съемка, все эти люди погибнут в больницах от отравления продуктами горения. Человек находится в сознании. То есть, степенно идет восходящий паралич. То есть, они сначала обедвиживаются, потом они в полном сознании. То есть, потом только умирают. На месте этих людей мог оказаться каждый из нас. Когда мы идем в ночной клуб или ресторан, когда садимся в автобус или в метро, когда просто выходим из дома в ближайший магазин, мы доверяем свою жизнь и здоровье другим людям. Мы не можем узнать, чем обклеен потолок в любимом кинотеатре, и какой линолеум лежит на полу в офисе. У нас дома все в наших руках. При покупке пластиковых плит внимательно прочитайте этикетку. Если на ней есть обозначение ПСБ или ПСБС, а под ними написано «Пожароопасность Г4», вам продают тот же материал, из которого был сделан потолок в хромой лошади. Стоит ли использовать его в своей квартире – решайте сами. Пожароопасность – это главная характеристика стройматериалов. Значок «Г1» означает, что материал практически не горит. На языке пожарных – слабогорючий. «Г2» – умеренно горючий. «Г3» – нормально горючий. «Г4» – сильно горючий. По идее, эти значки должны стоять на каждой упаковке. Мы обошли несколько строительных рынков. Но ни на обоих, ни на линолеуме, ни на ламинате мы не увидели такого обозначения. Оказывается, производитель не обязан указывать пожароопасность. Это дело добровольное. Хочешь – пиши. Не хочешь – не пиши. Мы расставим эти значки сами. Испытательный центр НИИ противопожарной обороны. В этом ангаре материалы проверяют на пожароопасность. Здесь мы проведем свои испытания. Сначала выясним пожароопасность напольных покрытий – линолеума, ковролина и ламината. Потом проверим, как будут загораться бумажные, виниловые и стеклообои. Для испытаний нам понадобится утюг, свеча и сигарета. Ведь все мы с детства помним слова. Проверьте, выключен ли телевизор, утюг, не оставили ли вы непогашенную сигарету. Помните, все это может стать причиной возникновения пожара. Рядом с ангаром дежурит пожарный расчет. Они готовы в любой момент прервать наш эксперимент и потушить сильное пламя. Испытания начинаются. Проверяем напольные покрытия. Берем кусок ковролина. Бросаем на него сигарету. Ставим раскаленный утюг. Роняем свечу. Ковролин моментально вспыхивает от первой же искры. Кусок размером 1 квадратный метр сгорает за несколько секунд. Этот материал получает значок Г4, сильно горючий. Второй участник испытаний – линолеум. Роняем на него непотушенную сигарету. Линолеум оплавился, но не загорелся. Ставим утюг. Точно такая же картина. Роняем свечу. Линолеум быстро загорелся. Сразу пошел черный дым и появился сильный запах. Пожарным пришлось тут же потушить пламя. Линолеум получает оценку Г2 – умеренно горючий. Как правило, такой киклинолеум, может быть, легко воспламеняем. С высокой дымообразующей способностью быстро распространять пламя по поверхности. Следующий материал – ламинат. Мы жгли его сигаретой, утюгом и свечой. Но он так и не загорелся. Тогда мы плеснули на него керосин и бросили горящую спичку. Он вспыхнул, и через пару секунд сам потух. На ламинате остался только небольшой черный след. Этот материал получает оценку Г1 – слабо горючий. Следующий этап эксперимента. Проверяем обои на пожароопасность. Бумажные моментально вспыхнули и полностью сгорели за пару минут. Стоило только поднести к ним зажженную свечу. На них мы ставим значок Г4 – сильно горючие. Виниловые обои загорелись так же быстро. Но у них сгорел только верхний слой – оценка Г3 – нормально горючие. Поджечь стеклообои мы так и не смогли, сколько ни старались. Они получили оценку Г1 – слабо горючие. Наш эксперимент показал – лучше всего горят бумажные обои и ковролин. Ламинаты стеклообои можно назвать безопасными. Из-за этих материалов пожар не начнется. Ой, господи, горе. Все, все тут сгорело, все. Бумажные обои, линолеум и пластиковый потолок. Мебель из ДСП и ковер на стене. В квартире Пелисовых как будто нарочно были собраны все сильно горючие материалы. Во время пожара все это сгорело за несколько минут. Я же говорю, прям такой пожар, я первый раз такой за 60 лет видела. Два шкафа, ствол, кровать 10 тысяч, линолеум. Мы линолеум выбросили. А на стенах что было? Обои. Какие, не знаете? Виниловые или бумажные? Не, такие. Бумажные? Да, бумажные. Пожар начался в этой комнате. Загорелась розетка. Четырехлетняя Настя Пелисова случайно пролила на нее жидкость для снятия лака. Сразу встали на балкон ее пожарные, чтобы она не дышала. А все она уже надышалась. Сильный очень пожар был, видите, все окна. Сильно горело. Сильно горело, да? Я меня запугал. Да? Да. Треть погибших при пожарах умирают не от ожогов, а от отравления ядовитыми парами горящих стройматериалов. Если на полу линолеум, на стенах виниловые обои, а на потолке пластиковые панели, значит при пожаре начнут выделяться токсины. При особенно при массивном воздействии легкие перестают функционировать как таковые. И одно из ведущих клинических проявлений является токсический отек легких. Лидию Пелисову и ее внучку Настю спасло то, что как только вспыхнул линолеум на полу, они выскочили на балкон. Но даже нескольких вдохов было достаточно, чтобы попасть в больницу с диагнозом токсическое отравление. Гарри месяца два, наверное, было. Гарри, когда мы потолки мыли, месяца два, наверное, мы ей давали молоко, кефир. Выписавшись из больницы, Пелисовы затеяли ремонт. Теперь у них в квартире будут только безопасные стройматериалы. Фенол, формальдегидные смолы и синильная кислота. Вся эта химия выделяется в воздух не только во время пожара. Экологи утверждают, что воздух в наших домах в семь раз грязнее, чем на городских улицах. Наша компания занималась экспертизой помещений, в том числе строительных материалов, экологической. И за 12 лет своей работы мы проверили достаточно много материалов, наверное, порядка 7 тысяч. Какой у нас вывод? Что 30% материалов, которые мы проверяли, это материалы, которые непригодны для использования в жилых помещениях и офисных помещениях. Но так ли страшен черт, как его молюют? Могут ли линолеум и обои сказаться на здоровье человека? Чтобы это проверить, мы решили провести собственный опыт. Это две белые лабораторные крысы Фаня и Веня. Они будут участницами нашего эксперимента. Для каждой из них мы построим домик. Фаня будет жить в деревянном домике. Это дерево. Самый экологический материал в мире. Придется завалить немножко краешки, чтобы сымитировать русскую избу. На стены мы поклеим стеклообои, сделанные из песка. Это стеклообои. Экологические чистые, исключительно созданные из песка. Стеклообои. На пол положим паркет. Потолок сделаем из чистого дерева. Никакой химии. Все только экологически чистое. Щелочки мы закрыли натуральной паклей. Для Вени мы построим домик из полимерных материалов. Вот возьмем обычную пластиковую панель, которую используют часто наши люди как для отделки внешних сторон дома, так и внутренних. Даже при пилении выделяется некий химический запах. Честно говоря, не очень приятный. На стенах – ПВХ-панели, покрашенные краской с большим количеством растворителя. На полу – плотный линолеум. Потолок отделан пенополистироловыми плитами. Ничего натурального. Сплошная химия. Перед новосельем обе крысы проходят медицинское обследование. Ветеринары берут анализы, осматривают, проверяют рефлексы. Мы получили результаты анализа наших двух животных. В связи с этим мы делаем вывод, что животные клинически здоровые, оба активные. Две недели Веня и Фаня будут жить в этих домах. Фаня в экологически чистом домике. Веня – в жилище из полимерных материалов. Через две недели крысы снова пройдут медосмотр. В каком домике животным живется лучше? И влияет ли стройматериалы на здоровье человека? Об этом вы узнаете в конце программы. Осенью 2009 года в поселке Аля Астраханской области открыли новую школу. А через неделю после начала занятий учителя и ученики стали жаловаться на тошноту и головные боли. Я зашла в кабинет, я зашла и почувствовала резкий ужасный запах. Просто невозможно. От этого запаха даже сразу же голова закружилась, затошнила. Резкий запах стоял в кабинетах химии, физики и биологии. Сначала грешили на новые здания. Строительство закончилось совсем недавно. Пройдет неделя, другая, и все выветрится. Окна открывали настежь каждую перемену. Но запах не исчезал. Наоборот, с каждым днем он становился сильнее. Мы поняли, что для детей, возможно, он представляет угрозу. И сразу учебные занятия в этих кабинетах прекратили. Инспекторы Роспотребнадзора проверили школу. Взяли пробы воздуха во всех классах и коридорах. В кабинетах химии, физики и биологии эксперты нашли ядовитые испарения фенола. Фенол. Ядовитое вещество. Попадая в организм, фенол вызывает кашель, головную боль, упадок сил. В больших дозах приводит к нарушениям функций нервной системы. Доказано, что пары фенола провоцируют рак. В ядовитых классах стены красили теми же красками, что и во всей школе. Потолки белили той же побелкой. Другим был только линолеум. В кабинетах химии, физики и биологии на пол постелили материал попрочнее. Вот такой плотный линолеум. На рулоне написано «коммерческий». На нем не остается следов от обуви. Ему ничего не будет, даже если на него пролить химический реагент. Он может применяться при укладке в общественном транспорте, то есть автобусах, на вокзалах, перронах и так далее. Обычный линолеум сверху обрабатывают антитоксичным покрытием. Это нужно для того, чтобы фенол и формальдегиды, из которых он состоит, не попадали в воздух. Коммерческий линолеум ничем не покрывают. Поэтому ядовитые пары фенола испаряются и загрязняют воздух. Это разрешено стандартом. Если вы полчаса посидите в зале ожидания вокзала или пройдете по коридору офиса, в котором лежит такой линолеум, то ничего страшного с вами не произойдет. Хуже, если этот материал окажется на полу вашей квартиры. Фенол не выветривается годами. Он будет медленно отравлять вас и вашу семью. Особенно чувствительны всегда были эти маркеры. Это, конечно же, дети, которые в первую очередь откликаются на это. Но администрация школы этого не знала. Ведь на упаковке никто не пишет, не применять дома – опасно. Название «коммерческий линолеум» тоже мало о чем говорит. А продавцы на рынке никогда не признаются, что их продукция токсична. Это один из крупных строительных рынков Москвы. Подходим к первому попавшемуся прилавку и просим линолеум попрочнее. И вот есть усиленный боковой пол коммерческий. Предназначен для большей проходимости народа. У него защитный слой больше, он крепче. Ну и по цене чуть-чуть подороже. Внимательно рассмотрите этикетку линолеума. Если на ней есть надпись «коммерческий», «технический» или «промышленный», то класть его в своей квартире нельзя. Он выделяет вредные вещества. Если этикетки на рулоне нет, попросите у продавца сертификат. Там обязательно указано, где его можно стелить – в офисе, на вокзале или дома. Бывает, что дома человек чувствует себя хуже, чем в душном офисе. Хотя, казалось бы, дома и стены помогают. Но стоит перешагнуть порог квартиры, как начинает болеть голова и шуметь в ушах. Это списывают на экологию, семейные проблемы и даже плохую карму. Мало кому приходит в голову, что во всем виноваты те самые стены. Здоровья в нашем доме вообще ни у кого нет, мне кажется. Например, у меня папа умер от рака, мама от рака умерла в 63 года, брат 56 лет умер, муж 56 лет умер, а теперь сын умер. В середине 70-х в нашей стране шло массовое расселение коммуналок. Правительство поставило задачу – в рекордные сроки построить как можно больше многоквартирных домов. В Москве на открытом шоссе строители предложили провести эксперимент. В бетон и утеплитель они добавили фенолформальдегид. Это экономит время и деньги. Бетон застывает гораздо быстрее, а стройматериалов требуется в полтора раза меньше. Анна и Сергей Володькины получили квартиру в одном из таких экспериментальных домов. В принципе, изначально, когда я сюда переехала, ну, началась аллергия. То есть, ну, думала, что аллергия, как бы, может быть, из-за переменной климата. Я приехала сюда из города Санкт-Петербурга. Сейчас у Анны два сына. У старшего – Володи – бронхиальная астма. У Саши – хронический насморк. Соседка семьи Володькиных, Валентина, тоже начала болеть после переезда в этот дом. Третья стадия онкологии у меня, в общем-то, поставили. Опухоль была большая, удалили все. И мы живем в этом доме, потому что там некуда деваться. По словам жителей этого дома, они болеют в несколько раз чаще, чем их соседи из Хрущевки. Едва ли не в каждой семье есть онкологические больные. Здесь плохо растут цветы, отсюда сбегают кошки. Ну, вот у нас в этой квартире даже цветы не живут, не то что люди. На подоконнике, пожалуйста, еще вот даже цветут, хорошо выглядят. Вот отодвинешь чуть-чуть на тумбочку, они уже загибаются. В начале 90-х один из жителей дома решил провести исследование экологического состояния своей квартиры. Приезжали санэпидемстанции, приезжали с химзащиты военные, проверялись, сверлили стены, все. Замеры показали, место непригодно для жизни. Содержание ядовитого фенола в воздухе в 12 раз выше нормы. Такие дома экспериментальной серии П-49 в начале 70-х строили по всему Советскому Союзу. Они есть в Новгороде, Казани, Тюмени, Кемерово, Нижневартовске, Екатеринбурге, Тольятти и других крупных городах. Кое-где строители тоже использовали фенолформальдегид. Но где конкретно работали эти рационализаторы, неизвестно. Вы живете в панельном доме, который построен примерно 30 лет назад? Это девятиэтажка серого цвета с вот такими балконами? Ваш дом вполне может оказаться фенольным. Если вы подозреваете, что ваш дом фенольный, уточните в БТИ серию проекта. Все подозрительные дома относятся к серии П-49. Чтобы точно узнать, использовали строители фенол или нет, надо заказать экологическую экспертизу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы отберем у вас пробу воздуха в специальные пакеты, вот с помощью вот этого насоса. И дальше уже в лаборатории они будут анализированы газоанализаторами. И мы сразу поймем, есть ли у вас превышение фенолформальдегида. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Если было зимнее время, морозы стояли. И, скорее всего, не превышало так, как могло бы это быть в теплое время года. Так как идет реакция, за счет высоких температур фенол начинает выделяться сильнее. Точно такое же исследование мы провели еще в нескольких квартирах этого дома. И везде замеры показали. В воздухе есть ядовитые пары фенола. У нас ребенок очень болел в детстве. В Москве проблему фенольных домов официально признали только в одном, восточном административном округе. В санитарных заключениях 1999 года местное управо писало, что дома не соответствуют санитарным нормам. Жителей даже ставили в очередь на получение другого жилья. Сейчас мнение администрации изменилось. Фенол уже давно выветрился, считают местные власти. Пять представителей от Первого канала, где я, то же самое, приехали, говорят, хотим взять интервью. Снимаешь? Снимай, снимай. Я не стесняюсь. Значит, говорю вам еще раз, с камерой. Ты снимаешь? Нет? Значит, нету фенола в районе. То, что определено было первоначально, ошибка центра госсанэпидатнадзора. Ждать новых квартир жители этих домов могут еще очень долго. Но это не значит, что им нужно поставить крест на своем здоровье. Квартиру можно защитить от ядовитых испарений фенола. Если вы живете в фенольном доме, обшейте стены слоем гипсокартона. Он не будет пропускать ядовитые испарения формальдегида. Разводите комнатные растения, они активно поглощают вредные вещества, в том числе и фенол. Как ни странно, фенол очень быстро выветривается из помещений. Поэтому еще один банальный совет. Как можно чаще открывайте окна и проветривайте. Это работает. Фенольные дома можно сравнить с бомбой замедленного действия. У одного через несколько лет разовьется аллергия. Другой заболеет астмой. На третьего фенол вообще никак не подействует. Но есть стройматериалы, которые отравляют мгновенно. Достаточно несколько раз вдохнуть ядовитые пары краски, лака или эмали. Вологда. Утром Валерий Ровенский ушел ремонтировать гараж. Надо было покрасить стены и заменить доски на полу. Сказал жене, что вернется вечером. В крайнем случае задержится до утра. Она и подумать не могла, что видит мужа в последний раз. На второй день, когда он мне не позвонил, на второй день, утром в 8 часов утра, не в 8, даже без 15, 8 утра, я раза 4 набрала его номер сотового. Он мне не ответил. И на душе сразу. Один звонок, другой, третий. В трубке только длинные гудки. Раньше такого не случалось. Валерий всегда перезванивал сам. Вечером Зоя не выдержала. Побежала в гараж. Двери были открыты. В подвале на полу лежал Валерий. Мертвый. Гараж открыт, кисон открыт. Заглянула, папа, там свет горит, папа, там лежит. А потом скоро врачи отказались, кисон спустится, поскольку был очень страшный запах. Даже независимо от того, что открыты были двери у гаража, а двери гаража, они почти что двухметровые. Врачи не нашли на теле никаких повреждений. Только колено немного разбито. Казалось, что Валерий оступился, упал, а потом закрыл глаза и умер. Просто перестал дышать. Тело Валерии отправили на судебно-медицинскую экспертизу. На третий день Зое выдали справку о смерти. Но и она мало что проясняла. Место смерти город Волода, кисон. Причина смерти и отравления неизвестна, я думаю. Муж хотел покончить с собой. Его отравили. Он надышался угарным газом. Зоя строила самые разные предположения. Она даже нашла начальника гаражного кооператива. И выяснила, странные смерти случаются в гаражах или, как их здесь еще называют, киссонах уже не первый раз. Ну что, по два человека даже было, что один там упал, второе полезно, второе там остается. У нас в гаражах это было. Эти подвалы местные называют подвалами смерти. Каждый год в них погибают люди. Обычно в конце лета или зимой. Во всех случаях одна и та же картина. На теле почти никаких повреждений. Только ссадины на коленях или локтях. Все падают на пол и моментально умирают. Юрий Самуилов. 48 лет. Умер здесь в августе 2008-го. Сергей Карпов. 49 лет. Умер в декабре 2008-го. Виталий Ешкин. 69 лет. Умер в январе 2009-го. Заключение экспертов всегда одинаковое. Отравление парами Толуола. Толуол. Продукт переработки нефти. Пары Толуола вызывают тяжелое поражение нервной системы. Отравление подобными веществами относится к категории, когда смерть наступает быстро. Но было и еще одно совпадение. Все погибшие перед смертью красили подвалы в гаражах. Вот гараж, в котором погиб Владимир Ровенский. В первый раз после похорон его жена решилась прийти сюда вместе с нами. «После вас я сегодня и ночью спала. Щемило и в сердце все. Да, вон ворота. К самому вот это, да? Вот самое небесное. Самое небесное ворота. Здесь все так же, как было в тот день. На полу сломанный вентилятор. Рядом банка с краской. Покрасить Владимир успел совсем немного. Только эти две полки. Мы взяли банку с краской, которая осталась в подвале гаража. И показали ее специалистам химико-технологического университета. Надо знать, что в составе лакокрасной композиции как правило содержится опасное вещество. Как правило, растворитель яд. Если не водный растворитель, тогда, значит, этот растворитель улетает в процессе сушки в виде свободного растворителя и появляется в помещении. И он ядовит? А как же? Это не просто краска. Это эмаль. Все эмали содержат большое количество растворителей, в том числе бензол и талуол. Те самые вещества, которые вызывают химическое отравление. Но это знают только специалисты. Если вы будете покупать краску в магазине, вы не найдете в составе опасных веществ и не увидите на банке никаких предупреждений о том, что пары талуола опасны. Ну, я могу ее накрасить там гараж или подвал, ну, вот этот погреб в гараже. Да. Нормально все будет. А сама могу покрасить? Ну, конечно, официальная подготовка какая-то не надо, наносит кисти либо валик. Я не задохнусь с ней? Нет, не задохнусь. Если вы будете красить ими стены в кухне, то, конечно, не умрете. Просто закружится голова и начнет щипать в глазах. Когда краска высохнет, резкий запах исчезнет. А вот в душном подвале эмаль становится смертельно опасной. Но на этикетке почему-то нет надписи «Не использовать в помещениях с плохой вентиляцией». А продавцы только рады продать вам опасную эмаль. Мы зашли в первый попавшийся строительный магазин и попросили хорошую краску. Нам предложили все ту же антикоррозийную эмаль. Она универсальная, к тому же стоит недорого. Обычно покупают нитроэмаль. Вот эта нитро-132. Тем, что она быстрого высыхания у нее. Менее трех часов. Стоимость у нее недорогая. И что еще там можно сказать? Долговечнее она быстрее, как бы, к истиранию. Нитрокраски и эмали ПФ содержат растворители. Ацетон и талуол. Не используйте такие краски в помещениях с плохой вентиляцией. Это опасно. Мы позвонили производителям краски и спросили у них, почему на банке нет никаких предупреждений о том, что ее содержимое опасно. Почему, собственно, вы не пишете, что в составе есть растворители? Ну, на краски этого написать есть. Умереть от того, чтобы покрасить ее в гараже, даже в закрытом гараже, это надо умудрить. Это даже надо выпить, наверное, 10 кг краски, тогда, может, умрешь. Почитайте состав краски. Если там есть такие вещества, как ксилон, хром, кадми и мышьяк, то ее лучше не использовать в квартире. Во многие краски вместо органических растворителей добавляют воду. Они называются вододисперсионные. Ими можно спокойно красить и дома, и в подвале, и в гараже. Если на упаковке с краской есть буквы ВС, ВД или ВА, значит, она сделана на водной основе. Такие краски не содержат опасных растворителей. Даже легальные производители красок, смесей и ламината не всегда пишут, из чего сделана их продукция. Какую химию положили в мешок с поддельным цементом и штукатуркой, никто даже не представляет. По данным Департамента экономической безопасности МВД России, каждый третий мешок строительной смеси сделан в подпольном цеху. Мошенники обходятся без ГОСТов и не проверяют свою продукцию на экологическую безопасность. Вот эти вот номера. Они на каждом мешке разные должны быть. В данном случае, как видите, они одинаковые. Вот. Что здесь действует, соответственно, в том, что данный товар является контрафартом, который рассыпался в этом мешке. Песок, земля, гипс и мучная пыль. Из этих ингредиентов здесь делали строительные смеси. Подпольщики воровали песок из детских песочниц и добавляли в него немного гипса. Гремучую смесь фасовали в пакеты с надписью «Цемент», штукатурка, сухая засыпка для пола и даже плиточный клей. Стройматериалы продавали на рынках Москвы и Московской области под видом продукции известных марок. Товар пользовался спросом, потому что дешево. Правда, нередко покупатели возвращали «Цемент» и штукатурку обратно продавцам. Соответственно, много жалоб у них и возвратов на рынках было, но дальше рынка это никуда не уходило, потому что человек, торгующий на рынке, знает, что это контрафактный товар, что качество у него соответствующее, и когда к нему приходит покупатель с просьбой об обмене данной смеси на другую, либо о возврате денег, тут вопросом не возникало, сразу же все это менялось, либо возвращались деньги. Банду нашли по жалобе одного из легальных производителей. Сейчас директор подпольного цеха Валерий Потехин находится под стражей. Ему грозит 9 лет лишения свободы. Всю продукцию этого подпольного цеха милиционеры изъяли из магазинов. В общей сложности изъятой продукции было на сумму более 20 миллионов рублей. Стройматериалы, сделанные в цеху Потехиной, с продажи изъяли. Но другие подделки остались на прилавках. Поэтому мы пошли на строительный рынок вместе с представителем легальных производителей. Он покажет, как при покупке отличить настоящий товар от подделки. Вот поддельные мешки фирмы КНАУФ. Абрамсовский строительный рынок. 103-й километр МКАД. В первой же палатке, прямо у входа на рынок, мы находим поддельные сухие смеси. Контрафактная продукция фирмы КНАУФ. То есть вот это все? Это все, да. Это контрафактная поддельная. Упаковка штукатурки очень похожа на ту, в которую расфасовывают легальные смеси. Но есть несколько отличий. Посмотрите внимательно. Значит, вот данные мешки являются контрафактными, поддельными. Вот здесь, обратите внимание, на них нанесена дата. 07-09-09. И часы, минуты, секунды. 14, 13, 20. Вот как я и говорил, значит, на обоих мешках время стоит одинаковое. На оригинальных мешках время меняется. То есть если здесь 14, 13, 20, здесь должно быть 14, 13, 22 или 23 секунды. При покупке сухой смеси посмотрите на дату и время изготовления, которые написаны на соседних пакетах. Если время одинаковое, значит товар поддельный. На легальных смесях время всегда отличается на несколько секунд. Так вы же хозяин? Да. А что вы торгуете контрафактной продукцией? Мы же не торгуем. Уже не торгуете? Нет, это же привезли. У нас пилейн привезли один. И что? Возвратом. Ага, там то, что лежит. Да. Все, возвратом. Администрация рынка не проверяет, каким товаром торгуют на их территории. Их мало беспокоит то, что в палатках продают поддельную строительную смесь. Дело в том, что по закону они не несут за это никакой ответственности. Вы в курсе, что на территории вашего рынка существуют продажи контрафактной продукции? А вы кто такая вообще? Хорошо, я представитель Первого канала. Ну, вернее бога, мы не в курсе. А почему вы не в курсе? А почему вы должны быть в курсе? Мы обошли весь строительный рынок. Поддельную продукцию нашли в нескольких палатках. Сейчас сотрудники милиции изымают контрафактную смесь. После проверки она будет уничтожена. В ходе проверки сотрудниками центра было изъято 150 мешков строительной смеси по 50 килограмм. В настоящее время проводится проверка. Фаня и Веня живут в своих домиках уже две недели. У них полноценное трехразовое питание, прямо как в санатории. Давайте посмотрим, как чувствуют себя наши испытатели. Это Веня, который живет в домике из полимерных материалов. Он почти все время спит. Кормушка стоит нетронутая, крыса отказывается от еды. Его сосед Фаня, который живет в экологически чистом домике, ест за двоих. И даже сгрыз кусок экологически чистой стены своего дома. Но может быть у крыс просто разный темперамент? И никакой разницы между домиками нет? Чтобы ответить на этот вопрос, мы показываем животных ветеринару. Крыс взвешивают, осматривают, берут анализы. 250 грамм. Итак, подводя итог нашего обследования, за крысика номер один мы можем только порадоваться. У него хороший аппетит, у него хорошая прибавка в весе. Он достаточно хорошо выглядит, он активно себя ведет. Что не скажешь о крысике номер два, у которого, наоборот, не наблюдается прибавки в весе. Наблюдается ухудшение качества шерсти, ухудшение поведения, он становится более пугливым. И поэтому я настаиваю на том, чтобы у крысика номер два были изменены условия содержания, так как эти условия приводят к тенденции ухудшения состояния общего животного. По рекомендации врача мы переселяем веню в экологически чистый домик. Наши испытания показали, отделочные материалы влияют на здоровье крыс. Примерно так же они действуют и на людей. Вы когда-нибудь замечали, что в кухне у вас часто болит голова, а в комнате шумит в ушах? Вполне возможно, что это действие токсинов, которые испаряются из обоев, краски или ламината. Поэтому помните, если на упаковке пластиковых плит есть обозначение ПСБ или ПСБС, а под ним написано «Пожароопасность Г4», вам продают тот же материал, из которого был сделан потолок в хромой лошади. Не используйте в квартирах материалы со знаком Г4, Г3 и Т4. Это значит, что они легко воспламеняются и высоко токсичны. Внимательно читайте этикетку линолеума. Если на ней есть надпись «Коммерческий», «Технический» или «Промышленный», то класть его в квартире нельзя. Не используйте краски на основе растворителей внутри помещений. Безопасны краски на водной основе, дисперсионные или акриловые. Простые правила помогут сделать дом уютным, а главное – безопасным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова